АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, коллеги, рад приветствовать представителей всех фракций нового шестого созыва Государственной Думы Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Страна прошла через напряжённый период выборов парламента, главы государства, и сегодня, конечно, ещё чувствуются отзвуки обострённых эмоций, политических баталий, но логика зрелой демократии заключается в том, что выборы завершаются, и после них всегда начинается другой, гораздо более важный период совместной работы. Нам с вами нужно смотреть в будущее, понимая, что у нас общая ответственность за страну, общая забота – это благополучие и достойная жизнь миллионов российских семей. Россия у нас одна, и её современное передовое развитие обязано стать целью, объединяющей все политические силы страны, которые хотят работать на созидание. В начале 2012 года, как мы и планировали, российский ВВП превысил докризисный уровень. Это значит, что наша экономика в полном объёме преодолела последствия спада 2008, 2009 и отчасти даже 2010 годов. Я цифры приведу. Объём ВВП России в ценах 2008 года составил по итогам 2011 года 41 триллион 421 миллиард рублей, а по итогам 2008 года 41 триллион 277 миллиардов рублей. Мы его чуть-чуть превысили. Я сейчас скажу о результатах работы за 2011 год, за предыдущие несколько лет. Хочу сказать, что нам с вами за эти результаты не стыдно. У нас и хороший результат. Я хочу сказать и отметить, что это результат не только работы правительства. Это прежде всего результат работы наших людей, деятельности наших людей во всех отраслях производства и в социальной сфере. И это наш совместный с вами результат. Я имею в виду и правящую партию, имеющую большинство в парламенте. Я имею в виду и те политические силы, которые находятся в оппозиции. Потому что в ходе совместной работы, борьбы мнений, споров, всё-таки рождались решения, которые нас и привели к этому результату. Считаю нашим главным достижением стабилизацию и рост численности населения России. По итогам 2011 года она превысила 143 миллиона человек. В 2009 году здесь, в этом зале, я представлял вам антикризисную, ну, депутатом Государственной Думы прежнего созыва антикризисную программу правительства. И сказал тогда, что в центре наших усилий будет благополучие российских семей. Что мы не просто будем бороться с кризисом, а продолжим решение долгосрочных задач. Что мы должны одолеть кризис через развитие. Объективно невозможно было, к сожалению, помочь каждому, кто нуждался в помощи и столкнулся с проблемами. Но мы старались строить нашу работу так, чтобы отстоять интересы абсолютного большинства наших граждан. И если в начале 90-х и в 1998 году экономические удары обернулись жестоким шоком для миллионов наших людей, то в период кризиса 2008-2010 годов власть показала свою состоятельность перед лицом испытаний. Мы не отступили, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, мы не отступили ни от одного ранее заявленного обязательства. Мы могли, конечно, сослаться на объективные сложности, и это было бы абсолютно нормально. Более того, большинство людей бы и поняли это. Так поступили во всех странах мира. Мы могли бы сослаться на эти обстоятельства и ничего не делать, просто отмолчаться. Но это была бы неправильная позиция и с социальной точки зрения, и с политической, и с экономической даже. Беспрецедентно, что на фоне кризиса его последствий, реальные доходы граждан в России не падали в среднем. А пусть не на много, но всё-таки росли. Сегодня у нас самые высокие темпы роста экономики среди государств восьмёрки. И один из самых высоких среди крупнейших экономик мира. Напомню для сравнения. Рост экономики США составил 1,7%. В еврозоне – 1,5%, в Индии – 7,4%, в Китае – 9,2%, в России – 4,3%. Это третий показатель в мире среди крупных экономик. Мы прошли кризис, избежав серьёзных рисков, избежав долговой ловушки. Сохранили устойчивость национальной валюты и бюджетной системы. Россия – единственная страна среди государств восьмёрки, имеющая по итогам 2011 года бездефицитный бюджет. Более того, у нас даже профиксирует небольшое. Знаете, что в ходе недавно прошедшей избирательной кампании были изложены приоритеты, во всяком случае, так как я их видел как кандидат на должность президента Российской Федерации, должен вам сказать, что уже в первом своём президентском указе обозначу дорожную карту по всем заявленным инициативам. Более того, работа по ним практически уже началась. Считаю, что мы должны сосредоточиться на вопросах, которые имеют стратегические, принципиальные значения и связаны с нашими историческими перспективами как нации. Первое – это демографическая состоятельность российского государства. Второе – Россия – самая большая страна в мире по территории. Наше пространство мы должны не только сохранить, оградить от внешних угроз, но и обустроить. Мы должны сформулировать современную среду для жизни человека, для работы во всех регионах страны. Особое внимание, конечно, развитию должно уделить Дальнего Востока и Восточной Сибири. Третий наш приоритет – это новые качественные рабочие места. И в этой связи четвёртая наша базовая задача – построение новой экономики. Она должна быть устойчивой, способной демонстрировать качественный рост в условиях жёсткой конкуренции. Мы должны быть готовы к любым внешним шокам. Вероятность их повторения, как вы знаете, достаточно высока. Например, в США в последние годы активно занимаются развитием технологий добычи сланцевого газа. Это вот коллеги из ЛТП спрашивают, что с этой проблемой, как мы к ней относимся. Это, конечно, может серьёзно перекроить структуру рынка углеводородов. Отечественные энергетические компании, безусловно, должны уже сейчас отвечать на этот вызов. Наш пятый приоритет – укрепление позиций России в мире. И прежде всего, через новую интеграцию на евразийском пространстве. Уважаемые коллеги, создание таможенного союза, снятие барьеров на границе уже в прошлом году позволили увеличить взаимный оборот России, Белоруссии и Казахстана сразу на 37%. С нынешнего года мы работаем в более тесном интеграционном формате. В рамках единого экономического пространства, со свободным передвижением товаров, капиталов, рабочей силы, создание таможенного союза и единого экономического пространства, на мой взгляд, по моему убеждению, является важнейшим геополитическим и интеграционным событием на постсоветском пространстве со времен крушения Советского Союза. Уважаемые коллеги, по нашим оценкам, уже в ближайшие 2-3 года Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира. Наша стратегическая задача – запустить мотор постоянного обновления рабочих мест и экономики в целом. Для этого в России должно быть не просто создано благоприятный, а конкурентоспособный инвестиционный климат. Мы ставим перед собой задачу в ближайшие годы сделать 100 шагов вперёд в этом направлении и подняться с нынешнего 120-го места до 20-го. Уже до конца текущего года планируем внести целый пакет поправок законодательства, которые призваны существенно улучшить деловой климат, создать дополнительные гарантии для инвесторов. В том числе в России появится институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, как на федеральном уровне, так и на региональном. Но мы вчера с Дмитой Анатольевичем обсуждали, есть идея, может быть, создать специального прокурора по этим вопросам. С вами будем советоваться. Давайте будем искать наиболее эффективные инструменты решения стоящих перед нами задач совместно. Особое внимание уделим формированию производств полного цикла, а также центров проектирования, что очень важно, и технологического развития именно на территории Российской Федерации. Вот одним из основных наших условий при привлечении иностранных инвесторов является не только локализация, не только производство большего количества оборудования на территории Российской Федерации, до 60-70%, но и создание технологических центров, центров проектирования и технологического развития. Ресурсом модернизации станут оборонные заказы, в том числе. На перевооружение армии и флота, как вы знаете, модернизацию АПК, в предстоящие десятилетия выделяется порядка 23 триллионов рублей. Крупные контракты получат наши оборонные и гражданские предприятия, научные центры и ведущие университеты. Чтобы не допустить сбоев, ужесточены правила размещения гособоронзаказа. Мы переходим к практике долгосрочных оборонных контрактов – трёх, пяти и даже семилетних. Будем решительно пресекать злоупотребление ВПК. Дмитрий Анатольевич Медведев, как вы знаете, внёс уже в Государственную Думу законопроект по декларированию. Расходов чиновников полностью такой шаг поддерживаю. Убеждён, что не только чиновники, но и руководители крупных госкомпаний, ректоры государственных вузов, руководители крупнейших государственных медицинских центров, а, возможно, и иной административный персонал госучреждений должны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. Убеждён, что членство ВТО в стратегическом плане даст мощный импульс для динамичного, инновационного развития нашей экономики. Её открытость, рост конкуренции на пользу гражданам России. А для нашего производителя необходимый стимул для развития. Это новые рынки и новые перспективы, которые мы пока ещё не привыкли видеть и верно оценивать. Наконец, членство ВТО открывает возможность цивилизованно, в правовом поле отстаивать наши интересы. Завершение переговорного процесса по ВТО создаёт условия для подключения России к ещё одной многосторонней структуре – организации экономического сотрудничества и развития ОСР. Такую работу мы уже ведём. Вступление в ОСР будет означать присвоение глобального знака качества нашей экономики и в целом, и отдельным производителям. Что хотел бы в этой связи сказать? В ВТО можно, конечно, вступать бездумно и бестолку. И даже вредные последствия можно огрести. И мы знаем такие примеры. А можно так, как это делают другие страны, которые сумели выжать из формата ВТО максимум пользы для своего собственного развития. И нам нужно использовать инструменты ВТО в своих интересах, как это делают старожилы этой организации. Кроме того, мы хорошо понимаем, что новая реальность, рост конкуренции – это серьёзный вызов для российской экономики и для целого ряда её отраслей. Сейчас с участием бизнеса, отраслевых объединений рассматриваем ситуацию во всех чувствительных секторах. И разрабатываем конкретные механизмы гибкой поддержки отечественного производителя. Но новому правительству нужно будет тщательно продумать механизм и уровень индексации тарифов естественных монополий. Нужно предметно разбираться со структурой издержек, прозрачностью инвестпроектов, схемами финансирования таких компаний. Остановив страну после всех потрясений, которые выпали на долю нашего народа на рубеже веков, мы фактически завершили постсоветский период. Впереди новый этап развития России, этап создания государственного, экономического, социального порядка и общественного жизненного устройства, способного обеспечить процветание граждан нашей страны на десятилетия вперёд. У нас были, допустим, контракты по Ливии и в сфере железнодорожного строительства, освоения ресурсов. Элефант там собирались мы осваивать вместе с итальянцами нефтегазовые месторождения. И в сфере поставок вооружения специальные техники были контракты. Там можно было бы на этом заработать, в хорошем смысле этого слова, и ливийской стороне было бы выгодно, и нам. Мы эти возможности пока утратили, хотя новые руководители Ливии уже дают сигнал о том, что им было бы интересно продолжить экономические связи. Дай Бог, чтобы страна просто сохранилась. Мы знаем, какие там процессы происходят тяжёлые, и там возможен просто распад страны. Но можно ли остановить эти процессы? Наверное, нет. Это отдельная история. У нас, вы знаете, фундаментальные интересы России и многих стран этого региона, фундаментальные интересы, в значительной степени совпадают. И я уверен, просто не сомневаюсь, мы будем выходить на новые формы и горизонты сотрудничества, на новые уровни сотрудничества. Но, конечно, при этом всегда Россия должна действовать таким образом, что должна иметь в виду свои национальные стратегические интересы и отстаивать их на всех уровнях и во всех международных организациях. Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал, а в суд не обращался до сих пор. Ну, честно говоря, даже странновато как-то. Ну, что голодать-то, если, может, суд ещё и разберётся, и все согласятся с результатами этого разбирательства. Мне кажется, надо в суд обратиться. Я, честно говоря, не знаю деталей, откровенно вам говорю. Сегодня с утра смотрел новостной блог, не помню по какому каналу, видел, прокурор выступал, астраханский. Вот он заявил о том, что они рассмотрели жалобы, нашли нарушения, но считают, что эти нарушения не являются существенными и не должны вести к отмене. Но окончательное решение должен принять суд. Повторю ещё раз, это инстанция, с решением которой мы все должны будем согласиться. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу успокоиться в зале. Пожалуйста, вопросы задавайте. Да. Ну, для всех очевидно. Я считаю, что блок НАТО, это в целом, и я говорю об этом прямо нашим коллегам, это атовизм времён Холодной войны. Он возник в то время, когда существовала биполярная система в международных отношениях. Был Восточный блок, потом был создан, точнее, сначала был создан Западный блок и НАТО, а потом в ответ на это Варшавский договор. И сегодня такой ситуации нет. Непонятно, зачем нужна такая организация, как НАТО. Но она есть, это реалии геополитические, и с ними нужно считаться. Более того, в некоторых случаях НАТО действительно играет роль такого стабилизатора в мировых делах. Правда, свой нос иногда сует туда, куда не нужно, и выходит за рамки даже своей установной деятельности. Но мы должны соответствующим образом реагировать. Это совершенно естественно. Но, повторяю, в ряде случаев играет такую стабилизирующую роль. Вот, например, в Афганистане НАТО действует в соответствии с мандатом Организации объединённых наций. И я хочу обратиться к вам, ко всем здесь присутствующим, вне зависимости от политической ориентации. Мы с вами понимаем, что происходит в Афганистане, ведь правда? Мы с вами заинтересованы в том, чтобы ситуация там была под контролем. Так? И мы с вами не хотим, чтобы наши солдаты воевали на таджикской границе. Не хотим. Ну, там западное сообщество и НАТО присутствуют. Дай им Бог здоровья, пускай работают. И мы с вами приняли решение поддержать транзит, и наземный, и воздушный транзит отдельных стран, и США, и ФРГ, и Франции. Надо им помогать. Вот это моя позиция. Надо помогать им решать проблему стабилизации ситуации в Афганистане. Или нам придётся делать это самим. Понимаете, в чём дело? Выбор какой? Что касается НАТО, если мы отдельным странам НАТО уже разрешили транзит, то в чём проблема для самой НАТО? Знаете, нужно очень прагматично подходить к определению того, что нам выгодно. Соответствует это нашим национальным интересам или не соответствует? Нашим национальным интересам соответствует поддержание стабильности в Афганистане. И мы публично говорим об этом. Мы будем вам помогать. Поэтому транзит будем обеспечивать. Что касается Ульяновска, то никакая там не база НАТО. Это просто, как военные говорят, площадка подскока в случае транзита по воздуху грузов соответствующих военных. Поэтому, уверяю вас, ничего там необычного, не соответствующего нашим интересам не происходит. Наоборот, всё, что делается в этой сфере, полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации и нашего народа. Если человек хочет баллотироваться на должность губернатора, он должен провести консультации с депутатами местных собраний, они должны вы его послушать и поставить подпись от 5 до 10%. Но это уже, по-моему, неплохо. Нужны ли и возможны ли какие-то фильтры на федеральном уровне, скажем, президентский фильтр? Ну, если мы с вами изобретём такой механизм, я, конечно, буду его поддерживать. Но, повторяю ещё раз, он должен быть необремительным, понятным и прозрачным для общества, чтобы не было так, что по наитию президент взял кого-то и завернул. Но это же всё живой процесс. Значит, первое, по поводу того, чтобы убрать из Конституции два срока подряд, а сделать просто два срока. Я считаю, что это разумно, вполне можно подумать, и мы вместе должны со всеми фракциями. И говорим совершенно искренне, и не только потому, что это меня касается в меньшей степени, как вы понимаете. Что там, мы же с вами понимаем, о чём мы говорим, взрослые люди. Закон обратной силы не имеет. С того момента, когда он будет принят, у меня есть возможность работать сейчас и в следующий срок. Здесь проблем нет. Но если ситуация позволит, если я захочу, вы понимаете, дело в том, что в жизни каждого из нас наступает момент, и уверяю вас, в моей жизни он наступил, когда нет необходимости за что-то хвататься, а можно и нужно думать о судьбе страны. И я с вами согласен, нужно всегда думать о совершенствовании нашей системы политической таким образом, чтобы она была стабильной, надёжной, эффективной и гибкой с точки зрения реакции на те процессы, которые происходят внутри страны и вокруг неё. Давайте вместе думать об этом всём. Это, на самом деле, для меня это суперзадача, сверхзадача всей моей работы, а может быть и жизни. Поэтому я не исключаю никаких вариантов обсуждения.